Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас у себя в гостях на канале. И сегодня я решила устроить себе такие бьюти-минутки и заняться своими волосами. И решила я сегодня сделать ламинирование волос в домашних условиях. А буду я его делать при помощи вот такого крымского Уптана. Буду делать это впервые. Это специальная маска для всех типов волос, которая придает эффект ламинации поврежденным волосам. В данной коробочке представлен порошок. Как вы видите, он рассыпается. И его необходимо будет заваривать, запаривать кипятком. Очень интересные продукты. Никогда подобным не пользовалась. Поэтому очень интересно будет посмотреть, сможет ли он улучшить состояние моих волос. А для усиления эффекта мы с вами будем еще использовать гидролатмикс для волос. Это серия природное оживление, которая содержит розмарин, лаванду и ромашку. И также мыть волосы мы будем тоже специальным шампунем для блеска и силы. И мне кажется, что после использования вот этих трех средств волосы должны выглядеть намного лучше. Ну что, давайте скорее отправляться, запаривать масочку и проверять, тестировать. И вот так поближе я вам покажу баночку. Вот он наш Уктан. Ферма Душистый мир. И на баночке мы видим информацию, что данная маска насыщает волосы микроэлементами, улучшает кровообращение в корнях, удаляет роговейшие слои кожи головы, усиливает рост, придает волосам блеск и силу. А желатин, который уходит в состав, придает эффект природного ламинирования. И в составе данной маски мука ржаная, мука рисовая, хна бесцветная, бентонитовая глина, витамин Е, желатин, корица, травяная пудра, которая состоит из розмарина, лаванды и душицы. И способ применения, развести кипятком 2 столовых ложки Уктана до консистенции густой сметаны, дать немного остыть и нанести теплую смесь на чистые волосы, обернуть пленкой полотенцем, оставить на 15 минут, смыть водой и нанести бальзам для волос. Вот такая масочка. И данная косметика производится в Крыму. Это Алуштинский эфиромасличный сокоззавод. Представляете, какие интересные вещи производят у нас в Крыму. Так что очень интересно, с гордостью будем пробовать. И посмотрите, какая на вид эта маска. Имеет приятный аромат. И будем использовать вот такой шампунь с лавандой. Давайте почитаем свойства. Мягкие мыющие компоненты шампуня на гидролатах. Деликатно очищают волосы и кожу головы. А природные активные компоненты розмарина и сосны укрепляют корни волос. Способствуют росту и восстановлению поврежденных волос. И состав супер натуральный. Вы можете видеть. Я в последнее время подсела на натуральные шампуни. И моим волосам, конечно, от них намного лучше. А также есть вот такой гидролат-микс для волос. Природное оживление. И способ его применения очень простой. Нанести на волосы, дать им высохнуть. И все. Я очень люблю подобные спреи. Потому что они простые в уходе. И оказывают значительный и, самое главное, заметный эффект. Данный гидролат способен активировать рост волос. Оздоровить их и сделать сияющими. Помогает устранить перхоть. А также успокаивает раздраженную кожу головы. И состав его самый, что ни на есть натуральный. Это гидролат розмарина, лаванды и ромашки. И, кстати, зелененьким выделен сайт, где можно заказать данную косметику. Копаем 2 ложки маски в емкость. И заливаем кипятком примерно вот до такой консистенции. Теперь распределяю маску по всей длине волос. Тщательно стираю в корни. И также распределяю равномерно по кончикам. Вид и цвет у маски, конечно, специфический. Но нам это не главное. Главное, чтобы результат был прекрасный. После нанесения данной маски надеваю шапочку, чтобы сохранялось тепло. И дополнительно укутываю полотенцем. И оставляем в таком виде наши волосы примерно минут на 15. И пока я сижу, жду, когда маска подействует, я выпью вот такой интересный чай. Это вот такой витаминный фито-чай. Сокровище Крыма под названием Доброе утро. Данный чай оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на весь организм. Заряжает витаминные энергии. Тонизирует нервную систему. Освежает, избавляет от сонливости и усталости. Наполняет организм необходимыми микроэлементами. Ну, то, что мне надо. И в состав входит гибискус, листья земляники, липа, железница, зверобой, радиола, шиповник, розы и черноплодная рябина. Вот такой классный чай. А пока мы с вами пьем чай, еще хочу вам показать вот такой гидролат-микс для лица. Сейчас вообще тема гидролатов стала очень популярна, особенно для тех, кто любит натуральную косметику. И этот гидролат сделан на основе василька, сосны и розы. Это торговая марка Душистый мир. Заказывала я там же. И состав гидролат-микс для селька, сосны и розы. Не содержит спирта и консервантов. И использовать его очень легко. Просто наносить на очищенную кожу. И очень удобно, что он сделан в формате спрея. И у него приятный аромат сосны. А еще на этом сайте, наконец-то, я нашла масло корите и виши. Очень трудно мне его было найти. А тут, посмотрите, какая большая баночка. И это масло прекрасно использовать также и для волос. Я наношу на кончики на ночь. И за ночь мои волосы прекрасно питаются и смягчаются. А утром просто мою шампунем. Также можно использовать и для лица. Можно грубевшие или какие-то шелушащиеся места мазать. Посмотрите, оно очень плотное такое. Но под воздействием тепла быстро размягчается. Пока мы с вами пили чай и болтали о масле ши, подошло время смывать и маску. Ну что, волосы наши, наши мои, слегка подсохли. Я думала, что промывать волосы после этой маски будет намного труднее. Но нет, смылось все достаточно легко. И сейчас вот по ощущениям структура волос изменилась. Она, такое ощущение, как будто стала плотнее. Посмотрим, что будет после сушки. Сейчас мы с вами нанесем гидролат. Ну и что? Будем сушить волосы. Ну что, друзья, вот я и высушила волосы. И что хочу сказать. Эффект мне очень понравился. Волосы стали как будто толще, но в то же время они сохранили свою мягкость. И посмотрите, есть определенный блеск. И это учтите, что волосы у меня в очень плачевном состоянии. А если у вас волосы идеальные, то эффект будет вообще классный. И что мне еще нравится, что от волос исходит приятный такой травяной аромат. И при смывании данной маски у меня не возникло никаких трудностей. Я пробовала делать ламинирование на основе желатина с бальзамом. И у меня на канале было такое видео. Но вымывать его из волос было очень трудно. Тут же никаких проблем не возникло. И посмотрите вот все-таки на этот результат. Дополнительных средств никаких я не использовала. Шампунь мне тоже понравился. Однако слегка он был жидковат. Но все равно волосы промыл замечательно. И достаточно хорошо пенился. И понравился вот этот гидролат. Как видели, наносила я его по всей длине волос. Мне понравилось, что он не жирнит корни волос. То есть эффекта жирности нет. Волосы абсолютно свежие. И также он хорошо увлажняет кончики волос. В принципе, этим комплексом я осталась довольна. И как всегда, если вы захотите приобрести себе эту продукцию, ссылочки на все товары я оставлю внизу в описании. Ссылочку на сайт также там оставлю. Так что переходите, смотрите. Если вас это заинтересует, заказывайте. А также я еще выбила для вас и промокод. Который вы видите вот тут вверху. И введение этого промокода даст вам скидку на целых 10% на всю продукцию. Так что это очень выгодно. Заходите, смотрите, заказывайте. Пока промокод действует. Друзья, и хочу немного дополнить свой отзыв на второй день. Это второй день после применения маски. Волосы шикарные. Они настолько мягкие и плотные. Причем, да, на мои пожженные многострадальные волосы. Вот такой классный эффект. Я просто не могу передать вам словами. Их очень хочется трогать. Посмотрите, рука проходит свободно. При том, что да, вы знаете, что у меня где-то сантиметров еще 10 от химии. То есть волосы там очень плохого качества. И обычно мои волосы всегда электризуются и пушатся. И сегодня утром встал. Я их просто расчесала. И никакой электризации ничего не произошло. То есть, да, волосы покрыты желатином, который входит в состав, но не придает жирности и тяжести волосам. Поэтому вот эту вот маску, вот этот крымский Уптан, я вам советую. И насколько я не любитель вот таких масок, которые нужно заваривать или что-то смешивать. Я вот привыкла использовать либо спрей, либо что-то вот такое впитывающееся, какие-то средства мгновенные. Но вот эта маска, вот эта баночка меня просто покорила. И да, я буду это заваривать, потому что это реально действенное средство. И еще мне понравилось вот это масло Шик Рите. Особенно я советую для тех, у кого так же, как и у меня, очень болезненные неживые кончики волос. И так же секущиеся кончики. Можно делать как маски, а можно, повторюсь, наносить в чистом виде на ночь. И эффект на волосы будет значительный и будет питать. А так же у меня весной всегда возникает шелушение на локтях и на коленках. И если у вас такое же, то можно тоже использовать вот это масло. Просто втирать на ночь, днем, когда хотите. Но дожидайтесь полного впитывания, чтобы не испачкать одежду. Вот такие средства мне очень нравятся. И уже несколько раз я попробовала вот этот гидролат. Понравился мне. Вообще использование гидролатов для меня это новинка. Но вот эта вещь мне понравилась. Использовала и на ночь, и прекрасно использовать утром. После того, как умылись, пару пшиков. Все, кожа у вас свежая. И такое ощущение, как будто она покрывается такой вот нежной пленочкой. И слегка вот подтягивает. Ощущение очень приятное. Ну и если вам видео понравилось, поддержите меня пальчиком вверх. Если вы гость на моем канале, подписывайтесь. Давайте дружить. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. И пока-пока.